Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, соответственно, понедельник, возвращаемся к рынкам, к возможностям, к фундаментальным событиям, к техническим, опять же, сигналам, если есть хорошим. В общем, к сделкам, которые мы традиционно рекомендуем нашим подписчикам, тем, кто следит за нашими с тобой выпусками, чтобы лучше разбираться в рынках, иметь больше информации для принятия торговых решений. Это вот наша первоочередная задача. Эта неделя точно будет жаркой, потому что впереди ФРС. Многие считают, что это будет не просто событие, неделя, а событие месяца, может быть, даже последних шести месяцев, потому что текущее заседание американского регулятора может и, скорее всего, даже не только может, а задаст мощный тренд для дальнейшего развития и динамики доллара. Отсюда уже делаем простой вывод, что следом за долларом придут к мощным, перейдут к мощным движениям прочие активы валютного рынка, фондового рынка, сырьевого и так далее. Поэтому скучать точно не придется, несмотря на то, что мы с тобой разбираем, ну, конечно же, виду ограниченности по времени, не весь инструментарий, который есть, но точно можно сказать, что, друзья, все будут как минимум довольны волатильностью в рамках этой недели. Ну, а там, что будет с рынками, на самом деле, рынок нам покажет. Так, давай тогда к идеям. Начнем с индекса доллара. Так, секундочку, демонстрация. Почему с индекса доллара? Потому что я давно жду заседания Федрезерва, я сторонник того, что ставку повысит, наверное, как и многие, минимум на 75 байсных пунктов, хотя есть сценарий, лично, вот с моей стороны, что ставку могут сразу поднять на 100 байсных пунктов. Это не будет прям каким-то беспрецедентным шагом, потому что мы помним, что Банк Канады уже повысил ставку две недели назад на такое количество байсных пунктов. Поэтому прецеденты своего рода уже есть. И ФРС, если можно так сказать, может опираться на действия канадского регулятора, который активно борется с ростом инфляции. Как далеко зайдет американский регулятор в борьбе с индексом потребительских цен? Покажет время, но я сторонник того, что ставку к концу этого года реально могут поднять там вплоть до 4%. Вот консенсус прогноз предполагает, что нейтральный уровень процентной ставки где-то находится в районе 3,75%. Поэтому пока рынок закладывается под такое активное повышение ставок, под активную борьбу с резервами с инфляцией, я скептически настроен в отношении развития какой-то средней, уж тем более долгосрочной, нисходящей динамики по индексу доллара. Потому что здесь руководство простой экономической теории, незамысловатой, что следом за такими ожиданиями процентной ставки будут расти американские облигации и, скорее всего, они будут поддерживать динамику индекса на доллар. Сейчас котировки 106,60. Вот мы видим такой коридор, он продолжается буквально несколько дней, 107, скажем, 50-106. И, конечно же, к концу этой недели индекс доллара точно выберется из этого коридора. На мой взгляд, если я окажусь прав, то идея повышения ставки непременно поддержит позиции доллара. Поэтому я предлагаю начать прямо эту неделю с сделки по этому инструменту. В среду мы с тобой еще перед оглашением итогов ФРС соберемся, еще раз посмотрим, где активы будут и что там изменится в плане новостного фонда. Но сейчас я рекомендую смотреть на уровень либо 106 пунктов в качестве сильного уровня поддержки, от которого этот инструмент может оттолкнуться и перейти к росту. Либо уже смотреть за пробоем сопротивления 107,50, что раньше произойдет. Но моя точка зрения, она точно не изменится в рамках всей недели. Я буду сторонник именно подхода того, что доллар нужно выкупать. Если не на идее повышения ставки, то хотя бы на риски рецессии, который растет, увеличивается. И последние отчеты по штатам прошлой недели. Это динамика рынка недвижимости, потом первичные заявки на пособие по безработице, индекс активности производственного сектора. Ну все вот эти отчеты, они хуже, значительно хуже ожиданий участников рынка. И многие из них указывают на то, что экономика, ну прям уже оказалась вот в этой рецессии. Кстати говоря, еще один важный релиз этой недели, уже после заседания ФРС, это данные по ВВП, первая оценка за второй квартал. Если говорить о рецессии, то нужно, чтобы спад был сфиксирован на протяжении двух кварталов подряд. Первый квартал, как мы помним, минус 1,6, американская экономика показала. Если спад будет и в рамках второго квартала, вот, пожалуйста, мы перейдем от теории, что когда-то там американская экономика может оказаться в рецессии, уже к реальному факту того, что в этой рецессии она находится. Поэтому я в отношении доллара бык. Так, евро-доллар. В прошлый раз была рекомендация дождаться итогов заседания Европейского центрального банка и на волатильности может зацепить отложку sell limit с уровня 1,03. Вот немного до нее не дотянули, но в принципе я сохраняю усилие эту сделку. То есть если до заседания ФРС будут еще попытки купить европейскую валюту, то да, допускаю, могут там и к уровню 1,03 снова отправить ее. Но вот существенно выше данного назначения мы вряд ли пройдем, потому что, как я уже отметил, мой прогноз по росту курса доллара, релирует между собой евро-доллар и индекс доллара, приведет к тому, что евро окажется под давлением. Статистика пятничной релизы. Производственный сектор Германии, сфера услуг Германии и по еврозоне. В целом на своем брифинге я сегодня говорил, там минимальные значения за два года, но если округлить, скажем, такой компонентный общий индекс политический кризис в Италии. Да, ИЦБ поднял ставку на 50 байсных пунктов, но это все равно по цветочке и не так уж и существенно, если сравнивать с ставкой американского регулятора. Не верю я в рост евро, полагаю, что тест паритетного значения еще будет. Так, золото. Очень хотел увидеть ее значение 1670, как ближайшая цель, которую обозначал на прошлой неделе, но вот, к сожалению, до нее не дотянули. Минимум был в районе 1680. Ну да, 1680. Соответственно, сделка, я ее закрыл как косрочную, которую рекомендовал по безубытку, несмотря на то, что в моменте профиль был довольно-таки неплохим. Сегодня рекомендую золото снова рассматривать в качестве инструмента на шорта, при этом в качестве сделки рекомендация будет селл-стоп с уровнем 1720, стоп-лосс на отметке 1730 и тейк-профит прежний 1670-1650. Если, соответственно, мы увидим растущую динамику по индексу доллара, то золоту придется снова отступать. Сегодня, когда готовился к своему брифингу, очень много прогнозов видел от UBS банка, Сити и Морганстен еще попались. У них, скажем, если округлить по ожиданиям, консенсус их прогноза до конца этого года, 1650-1670 долларов за тройскую функцию. Ну, перспектива, конечно же, далекая, потому что еще практически 5 месяцев, но я надеюсь, что 1670-1650 мы сделаем пораньше. Так, по поводу рынка нефти. 97,31 доллара за баррель. Я был покупателем, сейчас в убытке сижу, но верю, что вот этот диапазон где-то, вот текущие котировки, если их выглядело 100 долларов за баррель, это вот такая плита мощной поддержки. Надеюсь, что нефть существенно ниже не пройдет, и все-таки кризис предложения даст себе знать и сможет поддержать цены. И под отчет была сделка по доллару канадцу с коротким стопом на отметке 1.2910. Эта сделка была закрыта по стоп-лоссу, потому что отчет по инфляции оказался не таким, как прогнозировали. Да, инфляция выросла, но все-таки не так существенно. Поэтому вероятность повышения ставки, она сохраняется со стороны канадского регулятора, но уже не такая высокая, как была. Я пока что предпочитаю больше в канадца не лезть, тем более, что есть еще вот убыточная сделка по нефти, которая немножко у нас негативно дает. Буду рассчитывать, и сначала нужно дождаться возобновления и восходящей динамики, потому что на канадца нефть напрямую влияет, и там уже можно будет снова зайти еще и с точки зрения перспектив повышения ставки, еще и поддержки нефти. Короче, это в последующие эфиры тогда вернемся к этой сделке. И далее слово тебе. Так, всех приветствую. Так, видно мой экран? Да, видно. Так, давайте пройдемся по рынку, по тем идеям, которые дадим отчет в прошлой среде, и дам какие-то новые идеи. Так, ну, в принципе, то, что ты сказал, давай так скажем. Я, в принципе, согласен с тобой, ну, скажем, не согласен, а у меня аналогичное мнение. Есть там одни нюансы, что, возможно, не сработает, поэтому я тоже так колеблюсь по поводу, ну, условно, скажем, индекс доллара, он, в принципе, отражает все другие инструменты валютные. Возможно, там лучше работать и на выход с канала, но, в принципе, возможно работать, как и без канала. Это как основа, ну, такой оговорка. Давайте, что было по нефти в прошлый раз. Я давал по данным инструментам шорт идею. Это единственный инструмент, который был в прошлую среду, который имел какой-то паттерн, торговую модель на принятие решения. Хотя там был один нюанс, не было локального западного импульса для шорта, но, в принципе, было принято решение на шорт ниже откатного уровня, который у нас в диапазоне 107, там, то есть минус, который находится, точнее, там, 107-105. Отсюда мы шортили, неплохо мы отпадали, аналогично, там, VTI. Здесь плюс также у нас есть локальный нисходящий тренд, поэтому, в принципе, локально эту модель отработали. Дальше смотрится вниз. Если кто шортил, возможно удерживать, скажем, инструмент на шорт. Обязательно основную часть закрыть, потому что здесь, как ты уже отметил, сильный уровень поддержки. По поводу лонбов, пока их не вижу, каких-то сигналов на лонбов. Если будет сломлен вот этот локальный нисходящий тренд, который у нас образовался за последние, там, полтора месяца, выйдут выше него, да, тогда поговорим о покупках с целем и, как ты называл, там, 120-125. Возможно, мы будем снова тестировать. А так пока все смотрится на дальнейшее снижение. Но так как сейчас текущей какой-то торговой модели нету, новых рекомендаций я по технику не буду давать. Также, что у нас было по S&P 500. По данному инструменту я давал рекомендацию на лонб. Была лимитка, если не ошибаюсь, на уровне 39. В прошлую среду до нее мы не добили несколько пунктов. Конечно, нужно было чуть повыше ее давать. Я не подумал на уровне. Но я думал, будет какой-то задер более сильный. То есть по данному инструменту в среду не было. Не сформировалась модель. Все было, скажем, отложками. Она, возможно, дойдет. Возможно, будет коррекция и так далее. Но локально мы показали рост. Напомню, что еще... Позапрошлой недели, позапрошлой. Мы с ребятами в Роканале неплохо здесь откупали S&P 500. До этого я был медведем достаточно таким сильным. Здесь появились какие-то признаки налога. На текущий момент, учитывая тот фактор, что я аналогично, как и ты, рассматриваю рост индекса доллара возможный. Я это как раз обсуждал с ребятами в пятницу. Что, возможно, и у нас закончился рост S&P 500. И, возможно, дальнейшее произойдет в шорт. Ну, плюс у нас в среду поднимают ставки. Негативно бьет долгосрочно по рынку. Конечно, если не учитывая тот фактор, что рынок уже заложил вот это все поднятие ставок. Есть такой, да. Да, потому что все практически ожидают на 0,75. Я думаю, большинство, это уверенно, 99,9%. Возможно, на 0,5. Скорее на 0,75. И процент на поднятие есть уже большая вероятность. Да, и поэтому рынок, как мы знаем, как он работает. На ожиданиях он свое отработал и так далее. Поэтому, по поводу индекса доллара, то, что он может продолжить свой рост, коррекция закончилась. Есть такая вероятность. И S&P 500, возможно, закончил свой рост. Конечно, здесь нет сильного какого-то паттерна. Возможно, ближе к среде подождать. Но, возможно, пробовать шахтить с текущих со стопосом за пятничный хайп. То есть, это проектов 40,25. Есть локальный такой импульс, но он слабый. Мне он не нравится. Ну, был бы какой-то 28 июня, было бы сказать, скажем, наверняка, что пойдет дальше вниз. Но, возможно, в среду, там, утром мы будем обсуждать, ближе что-то нарисуется. Поэтому пока за шорт. Я аналогично в пятницу с ребятами обсуждал рынок криптовалюты. Так как индекс доллара я ожидал в пятницу, возможный рост. Он там еще делал такой небольшой вынос. И S&P 500, и аналогично криптовалюты. Они ходят с S&P 500. Здесь чуть-чуть биткоин более сильно сливают. Был такой локальный здесь паттерн в районе 23,500. До этого, напомню, я был в ЭКО локальном. И говорил еще следующее, что где-то мы, возможно, в район 25 сходим. Мы практически, ну, почти туда сходили. И что это, возможно, коррекция. И мы дальше будем падать на обновление минимумов, которые были в июне. Поэтому, возможно, продолжить шортить данный инструмент. Конечно, хорошая цена была на прошлой неделе в конце для шорта. Текущая цена 22 тысячи. Ну, возможно, попробовать с текущих шортануть. Но здесь уже стоп-лосс нужно побольше ставить, где-то в район 24 тысячи. Кто там торгует более волатильный эфир. Здесь аналогичная картина. Тоже формируется возможное завершение вот этой коррекции, которая идет, достаточно хорошая. Кстати, по сравнению с биткоином, я тоже давал рекомендации своим ребятам. То есть он с 1000 долларов ушел на полторы тысячи, даже чуть выше. То есть 50% там в течение недели можно было заработать. Поэтому эфир аналогично на шорт. Чуть-чуть не хватает еще пару параметров для шорта. Но есть уже большинство параметров. С текущих это у нас получается 1500 шортик с стоп-лоссом 1000. За сегодняшний хай это 1700. И здесь, если это реально конец коррекции, то дальше будем обновлять снова минимумы, то есть в районе там 900 долларов. Я так думаю, да. Конечно, нужно следить за инструментом, потому что если сегодня его там выкупят на все, то возможно рост продолжится. Есть также параметры для роста. И, как я уже сказал, S&P 500 не до конца сформировал свою разработку и модель. Поэтому пока у меня такие другие инструменты, да, S&P 500, там, эфир, биткоин. Ну и по золоту я в прошлый раз ошибся был. У меня была рекомендация на покупку. Но я говорил, что там нету дневной модели. Возможно, я рассчитывал на то, что все инструменты, там, S&P 500, биткоин, евро, ушли на коррекцию наверх. А одно золото там в другую сторону, да. Была, так скажем, раскорреляция с рискованным эффектом. Ну, пока я не рыбка по золоту. Ну и что добавить еще можно? По индексу доллара, если его и покупать, вот ты предлагал, я так понял, на пробой сверху и где-то на минимум. Да, ну, да, ну, в целом покупка. Либо так, либо так. Ну, да, если за покупку, то, в принципе, можно с текущих попробовать купить. Как я вижу, это с текущих, это 106.60, со стоплостом за минимум пятниц, это 105.90. Вот, если то, что я думаю, уже туда не должны идти, если это был там пятничный вынос, и продолжить. Конечно, это такая сложная модель, квадрат, есть у меня такая моделька. Я ее не сильно люблю. Это что-то напоминает, как сейчас идет эфир и так далее. То есть аналогичная картинка. Здесь, возможно, даже чуть худше, как ты сказал, наработать на пробой. Но можно рискнуть с текущих купить со стоплостом за минимум. Но более надежно на пробой 107.30. Ну и, в принципе, по всем инструментам мы обсудили. Спасибо, Виталий, за идеи, за точку зрения. Ждем ФРС. Но, опять же, мы с тобой в среду еще раз соберемся перед оглашением итогов. И обсудим рыночные возможности. Ну, всем, конечно же, удачи на этой неделе. Опять же, повторюсь. И ты с вами согласился, что улатильность будет высокая. Ну, а как иначе? Такое фундаментальное событие. Поэтому, друзья, обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, очень важно. Виталий, спасибо тебе. И тогда увидимся в среду. Пока. Пока. Всем удачи.